Сен Менде Бяют, уважаемые телезрители, в эфире передача «Загадки айратского прошлого». В предыдущих выпусках мы говорили о неизвестных и малоизвестных страницах айратской и калмыцкой истории. Думаю, настало время поговорить и об айрат-калмыцком языке. Издревле у наших предков имя считалось важной, неотъемлемой частью того, кто его носил. Существовало убеждение, что дурное обращение с именем может нанести вред человеку, который его носит. Поэтому наши предки прилагали огромное количество усилий для того, чтобы скрыть свои имена, либо давали своим детям имена иноязычные или уничижительные. Айратская и калмыцкая правящая элита тоже не являлась исключением из этого древнего правила. Однако после принятия буддизма ханы и наены айратов стали давать своим детям санскритские и тибетские имена. Таким образом, подавляющее большинство айратской знати к концу 16 века уже носили имена из священных языков буддизма, тибетского и санскрита. Одно из самых известных имен джунгарской истории – имя айратского Галдан Бушукту хана. Галдан Бушукту – это имя или титул? Что нам вообще известно об этих двух словах, имеющих мало сходства с калмыцкими? Что касаемо названий тибетских имен, которые вошли в пантеон калмыцких имен, то данная традиция была выработана в древнюю эпоху, в то время, когда калмыцкие ханы и наены отправляли одного из своих сыновей в Тибет для обучения. И здесь есть такая традиция монашеская, когда вы берете первичные монашеские обеты, тем самым, как показатель, вы отрекаетесь от всего мирского в этом мире, в том числе и от своего собственного имени, которое было дано вам при рождении. И здесь, наверное, в этот момент многие получали, собственно, тибетские имена. И характерно отметить то, что часть этого имени, оно составляло часть имени того человека, у которого брались данные обеты. Ну, касаемо первой части его имени, то есть слово «галдан», то здесь можно с уверенностью сказать, что это прямая калька с тибетского языка, потому что на тибетском языке мы можем полностью проследить смысл данного слова, и оно произносится «калден» и переводится с тибетского как «устойчивая кальпа». То есть «кальпа» — это, опять же, слово пришло в тибетский язык санскрита и назывался отрезок времени, определенная протяженность, скажем так. И существует несколько видов кальп, то есть кальпа начинания мира, кальпа разрушения мира, кальпа устойчивости. И вот как раз устойчивая часть кальпы, когда мир прибывает, можно так сказать, он и называется кальпой устойчивости или по-тибетски «калден». И таким образом, наверное, именно в то время, когда он семилетним мальчиком прибыл в Тибет для прохождения обучения, он при принятии данных обетов на Вену, скорее всего, мы можем только предполагать, получил имя «калден» или «калден». Работая с текстом молитвы, посвященной Дайчин Тенгри, главному военному защитнику айратов, В молитве, которую написал великий Пятый Далай-Лама по просьбе айратского Галдан Бушукту хана, я обнаружил полное тибетское имя айратского владыки – Галдан Тензин Бушукту. Подтверждением этому может служить расшифровка легенды государственной печати айратского хана. Символ высшей государственной власти Джунгарского ханства – Большая ханская печать, была поднесена Галдан Бушукту хану Далай-Ламы Пятым. Сама печать не дошла до наших дней, сохранился лишь ее оттиск на письмах, которые рассылал хан соседним правителям. На печати буквами старинной тибетско-монгольской квадратной письменности написано «Галдан Тензин Бушукту». Ну, во-первых, надо сказать, наверное, что правильнее говорить о трех частях данного имени, потому что в некоторых источниках говорится, что его полное имя было Галдан Тензин Бушукту хан. Мы можем утверждать то, что, естественно, те дети, которые пребывали в Тибет, дети эти были непростых кровей, можно говорить, что они были цаханами стада, практически большая часть из них. Соответствующее и отношение к ним было естественно, потому как в то время там находился большой корпус джунгарских воинов, и с этой силой считались, и более того, были уже налажены очень крепкие отношения между Тибетом и джунгарами. И можно сказать, что они приезжали к себе домой, данные мальчики, и отношение, конечно же, было соответствующее. Мне кажется, что им давали лучших преподавателей, они обучались, конечно же, в лучших монастырях, таких как Ташилхунпо, Дюпунгаманг и так далее, возможно, и в Гандене. Потому как, может быть, они завершали один курс образования в одном монастыре у одних блестящих учителей, и затем переходили к другим блестящим учителям, которые являлись представителями других монастырей. Вполне возможно. И, конечно же, имея таких продвинутых учителей, эти мальчики вырастали значимыми фигурами буддизма. Легендарный хан Айратский Галдамбашикту также имел второе имя Тензин. Имя Тензин – это тибетское имя. Оно состоит из двух тибетских слов, где Тен означает полное учение Будды, а Зин, Дзин или Дзинпа означает держатель. В Калмыкии многим имя Тензин известно как калмыцкое имя Данзан. Этимологически имя Тензин восходит к санскритскому эпитету Шасанадара, где Шасана означает полное учение Будды, а Дара означает держатель. Таким образом, в переводе на русский означает держатель полного учения Будды. Кстати говоря, его святительство Далай-Лама XIV также и носит имя Тензин Гецу. Другой хан, о котором поет речь, до отрочества воспитывался в Джунгарии, но правил аэродкалмыками на Волге. Очень обидно, что имя этого великого калмыцкого хана было искажено, в результате чего до сегодняшнего дня трактуется неверно. Этот хан Аюка. Имя калмыцкого хана Аюки, известного как Аюка-хан, сохранилось в различных письмах, которые он писал Петру Первому, астраханскому губернатору, ну и многим другим известным личностям того времени, многим другим современникам. И его имя зафиксировано в письмах в трех различных формах. Звучит оно по-разному, как Аюше, точнее записано по-разному, как Аюше, Аюши и Аюка. И есть современное объяснение, которое часто придерживаются многие наши современники, то, что имя Аюка имеет значение «медвежонок», то есть от слова «аю», которые, кстати говоря, не монгольское, не калмыцкое, а тюркское заимствованы. Но если исходить из этих писем, то имя Аюше – это санскритское слово, подтверждением того, может быть, то, что оно записано галиками, то есть специальными знаками Тодобичи, которыми писались как раз-таки имена, заимствованные из тибетского и санскрита. Аюше или Аюши – это сокращенная форма имени Амитавис, это божество долголетия. Амитавис переводится с санскрита как «безграничная жизнь». И форма Аюка, хотя, собственно, в письмах она встречается реже, чем Аюши, или, возможно, эти письма были подписаны не им лично, а переписчиками или еще кем-то. Возможно, вот эта форма прочтения Аюка возникла ввиду неправильного прочтения его переводчиками русскими, которые, видимо, знали хорошо, наверняка знали хорошо калмыцкий, но, возможно, могли не знать каких-то имен санскритских. И дело в том, что вот галик, так называемый галик Ш, в имени Аюши, он очень похож на знак Х, который использовался в Тодобичик. Даже не похож, он абсолютно идентичен. Из-за этого, видимо, его читали как Аюх, а потом и как Аюка. Но, возможно, также, что и это искажение, когда читали вместо Ш этот звук как Х, возможно, это тоже тибетское влияние, то есть, произошло еще до того, как эти имена проникли в наш язык. Поскольку в некоторых диалектах тибетских этот звук Ш тоже заменен был на Х, Собственно, возможно, поэтому и Заябандита сделал вот этот знак галик, похожим на букву Х монгольскую. Солнце русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин отличался особой едкостью своих эпиграмм. О вице-президенте Санкт-Петербургской Академии Наук князе Михаиле Александровиче Дондукове-Корсакове Пушкин написал следующее. В Академии Наук заседает князь Дондук. Говорят, не подобает Дондуку такая честь. Отчего ж он заседает? Потому что в Европе есть. Толковый словарь русского языка трактует слово «Дондук» как «дурак», «болван», «бестолочь», «балбес», «тупица». Вместе с тем ни один этимологический словарь русского языка не говорит о происхождении этого слова. Думается, что слово «Дондук» в русском языке появилось от имени калмыцкого хана Дондукдаши, который, кстати, и был предком князя Михаила Александровича Дондукова-Корсакова. Что же это за имя Дондукдаши? Дондукдаши, именно так оно будет звучать на тибетском, то это имя очень тесно связано с дхармой, то есть с учением. И, может быть, великие поэты испытывали какие-то чувства неприязни к человеку персонально и таким образом обыгрывали его имя, скажем так, в нелицеприятной форме. Но если бы они знали истинный смысл этого имени, я думаю, они никогда бы себе не позволили подобные вещи. Потому что Дондук, на самом деле, это слово, опять же, как все тибетские, оно состоит из двух частей. То есть Дон — это смысл или помыслы, Дудк — это реализация или достижение, исполнение помыслов или достижение помыслов и так далее. Все мы знаем, что Будду Гаутаму, до того, как он стал Буддой, собственно, при рождении, назвали Сиддхартха. Сиддхартха, если мы переведем это слово на тибетский, и получится как раз Бенжук. То есть это имя принца, который в последующем стал Буддой. И вот в таких нелицеприятных вещах, я считаю, что невозможно использовать подобные имена. Слишком они значимы. Вообще переводится как «счастье» или «удача», действительно. И вот, естественно, Даллама говорит, что если мы будем размышлять по поводу именно этого слова, «счастье» и «удача», то мы придем к выводу, что «счастье» и «удача», оно не просто так появляется в нашем мире, оно зависит от наших действий. В первую очередь, от наших действий, направленных на других живых существ. И именно через это достигается бодхичитта, скажем так, основа буддийского учения. То есть чем больше мы желаем счастья другим людям, чем больше мы приносим счастье другим людям, тем больше мы сами испытываем счастье, тем больше счастья мы встречаем в своей собственной жизни. Если мы реализуем бодхичитту, то мы уже движемся в верном направлении к просветлению. То есть если мы глубоко задумаемся по поводу этого части имени, то здесь сокрыт глубокий философский буддийский смысл. Поэтому с одной стороны мы имеем имя принца Сиддхартхи, и с другой стороны мы имеем наполнение этого имени буддийской философией, которая ведет нас к просветлению. И получается, что это одно из самых святых имен. В заключении хочется обратиться ко всем зрителям загадок айратского прошлого. Являясь потомками, пусть и дальними, наших великих предков, в память о них, а также в дань уважения к Будде, не произносите слово «дундук». На сегодня все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok